2 июля Нижний Новгород. В Сормовском районе двухлетний мальчик умер после падения с пятого этажа. Семья благополучная, многодетная. Родители были вынуждены уйти по делам, а присматривать за полуторагодовалым сыном оставили 15-летнего. Малыш залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и разбился. На следующий день снова в Нижнем Новгороде по той же причине двухлетний мальчик выпал с четвертого этажа. Ребенок выжил, но находится в тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи Нижегородской детской областной больницы. Статистика падений несовершеннолетних из окон ужасает. МЧС России сообщает, что жертвами таких несчастных случаев ежегодно становится около тысячи детей. Безобидное на первый взгляд окно зона повышенной опасности для детей дошкольного возраста. Малышом движет любопытство о границе страха размыты. В летний период буквально каждый день в сводках мелькают сообщения о выпавших из окна детях. Москитная сетка – главный враг. У ребенка создается иллюзия барьера. Достаточно немного на нее надавить, и она выпадает. Спасатели напоминают, что оставлять детей одних в помещении с открытым окном опасно. Ребенок не должен находиться без присмотра в помещении, где открыто настешь окно. Или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок его может самостоятельно открыть. Поставьте раму в режиме фронтальное проветривание, так как из этого положения маленький ребенок вряд ли сможет открыть окно. Не оставляйте мебель поблизости окон, чтобы ребенок не залезал на подоконник. Лучшая защита – запирающие устройства для окон. На рынке сейчас много разновидностей замков и блокираторов, которые не позволят ребенку упасть. Ценовой диапазон широкий и устанавливается в течение пяти минут. Воспитывайте ребенка правильно. Не ставьте его на подоконник. Не поощряйте самостоятельного лазания туда. Пресекайте даже попытки таких игр. Помните, только бдительное отношение к своим собственным детям со стороны вас, взрослых, поможет избежать трагедии. Спасатели призывают каждого родителя прямо сейчас проверить безопасность окон, местонахождение детей, их жизнь и здоровье – наша ответственность. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.